Добрый день коллеги! Я хотел бы немножко представить хозяйство колхозно-милейно-щербиновского района. На первое число поголовье общее 12 374 головы фуражных, 4000 валовое производство за 22 год 42 824 тонны, на голову 10 757. Так, ну вот хотел бы вам одну сказать цифру. Площадь сельхозугодий 15 874. Производство молока на 100 га сельхозугодий 2698 центнеров. То есть, когда вы вступали, тут да, площади есть, а молока нету. То есть, вы можете оценить плотность этого всего. Ну, в двух словах, получили телят 6029, используем 7 разделенное по полу. За счет этого мы получили телочек из этого количества 3533. Вот, ну, такого интересного по хозяйству в общем больше нету. По поводу заготовки кормов. Выступающий до меня спикер озвучивал некоторые цифры. Я, конечно, стесняюсь спросить, но мы в год заготавливаем около 100 тысяч тонн силоса, сеножа. У нас разбито все на три части. Первым идет заготовка люцерного сеножа. Это в пределах 10-12 тысяч тонн. Затем идет злако-бобовые смеси. И потом идет силос. Когда-то мы занимались в основном силосом, но пришло одно тяжелое время. Я вот, нет руководителя хозяйств, никого. Просто очень часто спрашивают, а вот, ну, как, что? А я задаю им вопрос. Вот зерно, уборка зерна, за сколько вы убираете? Ну, кто, говорит, 10 дней, кто 12, кто 15. Так позвольте спросить, почему вы позволяете убирать силос два месяца? И вы хотите получить качество? Да нет, не будет его. Почему? Потому что у всех есть оптимальные сроки уборки. Вот, по поводу заготовок. Я не согласен в корне по поводу 20 сантиметров. Слой меньше 80 сантиметров, он никогда не затрамбуется. Никогда, поверьте. Это должен быть минимальный слой, суточный. Да, может быть по 20 сантиметров сыпать, но общий должен минимум 80 быть. Что превращается, когда начинают там яму добивать, дырьки заделывать. Начинается то, о чем он говорит, начинается эта подушка игра воздуха. То есть, это все обычно выкидывается. И чем больше вы выкинете силоса, тем дороже у вас будет молоко. По поводу, опять же, заготовки. У нас начинают чудить всех, кто этим занимается. Извините за выражение. Начинают убирать в 75 влажность. Заканчивают в 45. Это то, о чем я вам говорю. Зачем, почему мы это делаем 2 месяца. Есть хозяйство и в России, и на Кубани. Ну, я вам такую скажу цифру. На 2000 голов у него 4 ягуара. Они за 3-4 дня, они заготавливают свой объем сенажа. Да, там будет качество. Да, там будет молоко. Ну, когда мы начинаем готовить. Ну, возьмите все яблоко. Нажмите на него ногой, выдавите сок. И потом ешьте. Что там останется? Там ничего не будет. То же самое происходит и с силосом. Если мы убрали влажный силос, значит, 71%, поверьте, я работаю 28 лет, 71% он потечет. Он просто вытечет у вас. И когда начинаешь объяснять агроному, что ты делаешь, ну, многим все равно, многим надо забить ям. Как говорится, и спокойно можно уже заниматься другими делами. Нельзя этого допускать. Просто нельзя. И тогда, когда он пересушенный, как говорил передо мной выступающий, да, он просто вылетает с навозом. Это наши деньги. Мы его посадили, мы его обрабатывали, мы его вырастили, мы его скосили, мы его привезли, мы его высыпали в яму, мы его затрамбовали. Мы его опять взяли, опять положили в погрузчик, отвезли в смеситель, раздали на стол и потом опять все это выгорнули в навоз. Просто один вопрос, зачем мы это делаем? Ну, если это коллективное хозяйство, как у нас кооператив, да, если, ну, может это фермер будет, это кто угодно будет, зачем вы деньги выгребаете в навоз? А потом мы плачем, вот у нас молоко нерентабельное. Да, нерентабельное будет. У нас за 22-й год 25 рублей себестоимость одного литра молока. Вот и давайте смотреть, давайте считать. Что касается сенажей, то же самое ситуация. Если только прозевали, ну, с люцерником, кстати, по люцернику скажу так, мы заготавливаем его очень много лет, мы добавляем патоку. Может, кому-то интересно будет, просто для сведения. Бочкой ржака разводим патоку с водой и каждый слой заливаем патокой, добавляем сахара. Также еще агрономы любят чудить, подсевать люцерну злаками. Вот она падает, люцерна, вот урожайность больше. Да не нужна нам урожайность, нам нужна питательность. Вы поймите, животное ограничено в своем желудке. Она не может, ну, в данном случае за свое хозяйство, говорю, она не сможет съесть 55 килограмм, чтобы получить эту продукцию. Она сможет 48 съесть. Так вот эти 48 мы должны заложить то, что ей надо, а не то, что кому-то хочется. Ну, если бы она могла, как, я не знаю, я часто был в Санкт-Петербурге, там животные немножко другого качества были. Да, они ели по 52 килограмма, но 56-58, мы это просто нереально. Ну, это примерно то же самое, что мы из вас, ну, вот сейчас возьмем 5 килограмм мяса скушать надо, а мы его не съедим. Поэтому везде, в любом случае, все написано, все есть, есть технологии. Ну, многие из нас просто-напросто, ну, как, забил яму и забил. Потому что агроном за одно отвечает, заготавливает второй, а зоотехник потом разгребает. А что молока нету? А то, что вы забили, а то, что оно вытекло, а то, что оно сухое, этого видеть никто не хочет. Все начинают просто предъявлять претензии. А все элементарно, просто есть технологии, есть, ну, все есть, просто надо это делать вовремя. Ну, как бы все. Интересно. То есть, можно сделать вывод, что у вас основные конфликты с агрономом, с агрономической службой? Основные. Ну, это было, есть и будет. Им нужна что? Им нужна урожайность. Качество их не интересует. Просто, ну, ему забил, 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 яма, яма, полная, полная, что тебе еще надо? А какое там качество? Ну, позвольте, я вам просто объясняю. Когда животные сегодня у нас в хозяйстве дают по 65-70, не все индивидуумы, литров, ее надо накормить, а когда ты смотришь, что она умирает на глазах, а ты ей ничего сделать не можешь. Таблеткой ты ее не накормишь, это не поросенок, мы ей не можем дать 20 килограмм дерти или 25, она сдохнет, ну, поверьте. Поэтому, как-то так. У вас галштины, да? Ну, красноперстые галштины и черноперстые галштины, да. А вот 10-тысячные рубеж давно преодолели? Ну, отдельные фирмы 2-3 года назад, а хозяйство в 22-м году. Вы пользуетесь сопровождением, с какой-то фирмой работаете, да? Можете назвать? Ну, я не думаю, не стоит рекламировать того, кого не надо. Ага, ну, а вы давно работаете с фирмой по сопровождению? Ну, более десятка лет. И все время с одной, да? Ну, как с одной, пользуемся информацией любой, ну, смотря что вы имеете в виду фирмой сопровождения. Ну, по кормленцам. Ну, да, да. Друзья, наверное, интересный опыт, интересная практика. У кого есть вопросы по поводу молока? А у кого молока больше? У красных или у черных? Вот, интересный вопрос. Смотря что мы с вами будем считать. Я вам скажу так. Вал больше у черных. Но качество молока выше у красных. То есть, если мы пересчитываем в деньгах, красное больше дает. Ну, да, да. То есть, это у нас. У меня одна, ну, не у меня, в колхозе, одна ферма красная, а три фермы черно-пестрые. То есть, это явно видно, эту динамику. То есть, белок больше? Да, да. За счет качества, да, она надоила там на 500 литров меньше. Но если мы пересчитаем на белка зачет, она по деньгам, она выигрывает. И оптимальные сроки тогда заготовки, силы, процентной влажности? Ну, я, в принципе, рассказали правильно. Вот, ну, 68 начинать, да. Ну, потому что, поверьте, вот поле, оно, ну, как и везде, оно имеет... Когда начинаем, вроде бы взяли. У нас же как, заехал комбайн, там сделал, ну, КамАЗ набил, отвез к молодняку. Взяли на анализ, ага, ну, бывают балки, они подводят. Больше 70 потечет, поверьте. Потому что начинают спешить, куда, зачем. Если конкретеры работают, ну, зерно измельчится, оно в любом случае пойдет в пользу. Ну, такого не может быть, если у вас импортные комбайны, то... Ну, может, вам и повезло, потому что, что будет в этом году с импортными комбайнами, и запчастями, никто не знает. А конкретер, ну, без него я не знаю, потому что это... Очень много зерна выходит. Если вы мыли навоз, вы прекрасно видите, что там остается. Тут даже измельчение зерна на дробилках. Очень много... У нас две дробилки, одна молотковая, одна решетчатая. Там, где решетка, там проблем нет. Ну, там, где молотковая, там чуть ли не каждую неделю эти молотки крутят, вертят. Потому что очень большие потери выходят с навозом. Все, что крупнее двухмиллиметрового, остается носить, и все выйдет с навоза. А стоимость реализации молока какая? Ну, тут говорили, сейчас снизили на 3,80. Ну, где-то, наверное, 33,50 сейчас вот так где-то. А что хорошее? Ну, сказано, сегодня мы сдаем 125 тонн молока, физического молока. А вот скажите, критерии в непропуске животных, вот именно коров, с такой продуктивностью она уйдет? Ну, давайте скажем, если по молоку, то на стоимость рациона плюс еще 15% на ее уход, если она дает меньше, она уйдет. Ну, примерно. В литрах сколько? Да, в литрах, скажем. Ну, как в литрах, ну, ну, пусть это... Ну, если рацион, допустим, новотельное животное, да, у нее рацион стоит 580 рублей, и она мне дает 15 литров, я ее держать не буду. Ну, если это животное отдаилось уже 400 дней в лактации, у нее рацион стоит 280 рублей, и дает мне 20 литров молока, я ее буду держать. Ну, тут смотреть, ну, как... По поводу выборковки, вот мне понравилось, ваш областной руководитель говорил, мы в свое время заменили очень много стада, то есть вот таких животных, за счет субсидий. То есть, получается, продали корову старую, да, получили за нее деньги, купили нетель, получили деньги. Новая нетель, ну, нам обходилась в пределах 25 до 40 тысяч рублей, то есть она в течение 5-6 месяцев она начнет вам давать деньги. А молодняк надо вырастить, надо выждать, надо оттелить, поэтому, если у вас эта программа работает, и у кого-то есть такая возможность, меняйте, даже не задумываясь. Мы обновились, вот мы там 500 голов продали коров, 500 голов нетелей купили, получили субсидии. Мы с нуля, у нас была чума свиней, мы сожгли 22 тысячи голов, и осталась ферма. Ну, два года она постояла, в 2011 году это все было. Мы с нее сделали, сначала хотели на 500 голов сделать фермочку. Сегодня эта ферма дает 26 тонн молока. Она замкнутого цикла, там 2750 голов, и молодняк, все выращивается на одном месте, то есть за счет вот этого. Сейчас проблема с покупкой, если именно импортные. Нет, ни одной головы импортной мы не купили, ни одной, все куплено в России. Единственное, поначалу мы брали, скажем так, все подряд, потом, ну, как я поеду в хозяйство покупать нетель, где, допустим, ну, 9 тысяч, 9,5, 10, да? Мне меньше 11 уже не надо, потому что у меня свои такие молодняки есть. То есть, все куплено в России, все до одной головы. По этому вопросу могу вам рассказать. Зимой завезли цементалов в Чикословакии. Вчера я был в гостях, процентов 20, и копыта уже не водные. Они даже только успели оттебиться. Не, ну, тут я перебью, тут надо не забывать. Мы можем купить животного, да, которое 14 тысяч дает, а мы его накормим с вами. Конечно, конечно. Или условия содержания. Конечно. Ну, сколько лет коровка живет у вас? Значит, по последней бонетировке 2,1 по колхозу лактациям. 2,2,2,3 на сто раз. 2,1. 2,1. Николай Николаевич, а молодняк вы откормом не занимаетесь? Нет. Телят вы бычков реализуете? В каком возрасте? Ну, это от покупателя зависит. От двух до шести месяцев кому что надо, как там договора есть, то есть забирают постоянно все. Оцену не можете озвучить? Не, не хочу врать, потому что, не знаю, отдельно отдел занимается, я не скажу. Ну, вы реализуете в одном хозяйство? Я знаю, что... Да нет, почему? Там и фермеры покупают. А как фирмой Прогресс, у которой 7 тысяч голов на откорме. И Прогресс берет, и фермеры берут, и... Ну, все зависит от цены, спроса, да. А, скажите, контроль кормового стола, вот, контроль силоса, или кормовой смеси, наверное, как часто проводят? Раз в неделю. Раз в неделю. Вы ее, вот, мне помнится, Насаленко из Учхоза Краснодарская говорил, что надо обязательно проводить анализ в трех местах кормового стола. А в начале, в конце... Нет, ну, как раз датчик прошел, и по всю ходу берите, проводите. Это, ну, сегодня там проблем не должно быть, потому что установлены программы контроля кормления, которые мы по времени видим, что, как их положил в смеситель, сколько смешал, и кому, когда раздал. То есть, сегодня это, мы установили такое оборудование, которое позволяет это контролировать. А у вас хозяйство не применое? Нет. Не будете применяться? Не планируете? Пока нет. А, Саша, вы хотите. Да, я хотела уточнить, о сенаж, что сеете для того, чтобы заготовить сенаж? Ну, люцерник, это первое, а второе, злакобобовые смеси. Это может быть пшеница, это может быть, если это подтопляемые места, это может быть тритикалий, это зимующий горох, и это, ну, как-то так. Спасибо большое. Николай, а вы не можете сказать, в каком возрасте продаете бычка? А я же сказал, от двух до шести месяцев. От двух до шести, да. Там... Шесть месяцев это уже? Нет, ну, просто есть, там не продали, там не продали. Там же цена, ну, то ли купить бычка весом, там, 70 килограмм, то ли 150, там, в деньгах. Еще вопрос, пожалуйста. Конечно, ну, еще вопрос не по карману, а по навозу и по продуктам отхода, как этот вопрос у вас решается? Среди федерального закону? Ну, делаем площадки, готовимся, готовим документацию. Есть у нас уже мы несколько навоза хранилищ построили, но еще вопрос этот идет. Вообще навоз используете только на территории своего? Да. Нет, только своего. Кстати, по навозу, вот, в прошлом году, председатель колхоза нам сказал, что благодаря навозу, они уменьшили использование селитры на 30 миллионов рублей в год. Вот такая вот экономия, за счет навоз компенсировал, и больше того, на тех полях, где вносили навоз, там урожайность выше, чем на тех полях, где использовалось минеральное удобрение. Просто закон. А? Это закон, надеюсь. Да. Могресса больше нет, да? Николай Николаевич, спасибо вам большое. Спасибо.